Визит союзных парламентариев на Брещену начался с посещения мемориала «Брестская крепость-герой». Депутаты почтили память героев минутой молчания, возложили цветы к вечному огню, а также приняли участие в экскурсии. Священная земля цитадели имеет большое значение для обеих стран. Мы поклонились нашим дедам, прадедам. Именно здесь, в Брестской крепости, они приняли бой. И многие погибли, защищая нашу Родину, защищая нашу сегодняшнюю с вами жизнь. Для нас это не только скорбный день, но это день героический, потому что именно благодаря подвигу наших советских солдат и офицеров, граждан страны мы сегодня имеем возможность жить, строить планы, расти детей. И все это благодаря тем, кто здесь принял бой и остался лежать в этой земле. Поэтому мы чтим память тех, кто ушел, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Они будут живы, пока мы помним о них. Сообщи о Беларуси и России занимаются вопросами сохранения наследия. В текущем году из союзного бюджета на реконструкцию мемориала выделено без малого 100 миллионов российских рублей. И это далеко не единственное направление взаимодействия двух стран. Большое значение имеет торгово-экономическое сотрудничество, в том числе и на уровне регионов. Приветствуя участников сессии, руководитель области Анатолий Ильис отметил, Россия была и остается одним из главных внешнеторговых партнеров Брещины. Мы стремимся к активному, взаимовыгодному сотрудничеству с Российской Федерацией на всех уровнях. На сегодняшний день областью налажено торгово-экономическое сотрудничество с 80 субъектами Российской Федерации. Заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с 25 регионами Российской Федерации. Наблюдается положительная динамика роста внешнеторгового оборота области с регионом Российской Федерации. Так, одну цифру назову, за 17 январь, апрель текущего года внешнеторговый оборот составил 2,8 миллиарда долларов. Укреплению положительных тенденций должно поспособствовать сближение законодательств Белоруссии и России, при том как для физических частных лиц, так и для субъектов хозяйствования. Процесс этот и оказался в центре внимания союзных парламентариев, участников 54-й сессии. Как отмечают специалисты, нет необходимости делать законодательную базу единой или единообразной. Важно убирать барьеры. Надо сказать, что в этом плане очень многое сделано с дня образования союзного государства. Но вместе с тем комиссии наши выявили и очень много пробелов, нестыковок, нерешенных вопросов. Поэтому комиссиями выработаны рекомендации, по которым мы сейчас будем работать. Ну какие это вопросы? Это прежде всего сфера торгово-экономических отношений. Ведь на сегодняшний день вы знаете, что у нас не все сделано в плане проведения согласованной промышленной политики. Надо нам больше и активнее работать в плане реализации кооперационных связей между нашими предприятиями. Потому что это выгодно всем. И Российской Федерации, и Республике Беларусь. Это в конце концов рабочие места, это пополнение бюджета, это заработная плата наших людей. Необходимо выходить на новые формы контроля. И вообще говоря о контроле, скорее всего мы этому будем придавать особое значение. Потому что, как мы видим из выступления наших коллег, вопросы контроля, они все более становятся актуальными. И от этого зависит результат. Поэтому договорились, чтобы у нас в повестке, а это соответствует нормам регламента, была реализована такая форма, как заслушивание представителей правительства, союзного государства, по актуальным вопросам, которые волнуют граждан наших стран и требуют рассмотрения именно в рамках такого формата. Внимание, в том числе и законодательного, требует и агропромышленная сфера. В этой отрасли необходимо находить общие точки роста. Было отмечено, что мы должны работать не только над наращиванием поставок продуктов питания на рынок России, на рынок Беларуси. Мы должны на эти вопросы смотреть более глобально. Мы должны совместно с россиянами реализовывать ряд крупных проектов. И в первую очередь те проекты, которые позволят минимизировать поставки на наш союзный рынок продукции сельскохозяйственной из других государств. Формирование и функционирование единого научно-технологического пространства союзного государства – еще одна важная тема встречи, которая наверняка заинтересовала членов молодежной палаты. Последняя, к слову, сформирована недавно. Но парламентарии уверены, представители этой палаты внесут весомый вклад в строительство союзного государства. Подобные встречи проводятся раз в полгода. И если приблизительную дату продолжения диалога можно высчитать, то с местом депутаты пока не определились, ведутся переговоры. Есть вероятно, что сессию примет Псковская область Российской Федерации.